Гатчина – любимое место отдыха Павла I. Именно он решил построить здесь дворцовую ферму, после того, как вместе с женой посетил королевские поместья во Франции, где Мария Антуанетта разводила домашних птиц, коз и сама доила коров. В конце XVIII века в Гатчинском парке «Сильвия» возводят основное здание фермы. В правом крыле разместили парадные комнаты, слева – сыроварню, пекарню и коровник. Мы находимся в парадной анфиладе, где располагались кабинет, будуар, где могли отдыхать гости и члены императорской семьи. После войны, когда были сложности с жильем, здесь просто располагались коммуналки, жили люди. Два последних десятилетия все помещения фермы сдавали в аренду. В основном был склад. В итоге от былой сельской идилли не осталось и следа. И только это зимой музейщики решили восстановить императорский скотный двор. Начали с малого, с уборки мусора. Когда расчищали территорию, нашли много старинных вещей – утюги, крынки, керосинку и металлический флюгер с датой 1885. Это флюгер, который находился над колодцем. Существует план XIX века, который датирован в 1885 годах. Это план Шестакова. И там просматривается, что над колодцем был флюгер. После реставрации флюгер займет свое историческое место. Восстановит и так называемый ледник. Тут в подвале стояли крынки с молоком, хранили сливки и сыр. Лед заготавливали рядом, на речке Калпанки. Свежей продукцией угощали именитых гостей фермы. Особенно любил дворцовую ферму Александр III, который долгое время жил в Гачине. Он приходил сюда со своей семьей, женой и детьми. Отведать парного молока, сливок и свежего сыра. Великокняжеские особы при желании могли и сами подоить коров. Планы у музейщиков грандиозные. Они хотят не только восстановить здание, но и вернуть жизнь ферме. Сначала развести уток, кур и гусей. Потом кос, лошадей и коров. И, как в царские времена, угощать посетителя музея собственным парным молоком. Включить ферму в экскурсионный маршрут собираются уже этой весной. Мы можем, в принципе, в состоянии приводить сюда экскурсантов и заинтересовать их. Конечно, с учетом рассказа о ферме, о том, что мы собираемся делать, как ее восстанавливать. И о ее исторической судьбе тоже в том числе. Восстанавливают ферму пока сами музейщики-энтузиасты. Помочь убрать мусор пригласили жители Гальчины. Откликнулись многие, пришли целыми семьями. Чтобы начать масштабные работы, нужно исследовать состояние построек и создать проект реставрации. Какие-то, безусловно, средства комитет по культуре будет выделять на будущий год. Я надеюсь, мы сделаем проект воссоздания основного здания фермы. И на этот комитет обязательно выделят средства. Ну а после этого посмотрим. Денег нужно много. И я надеюсь, что для такого хорошего живого дела мы будем еще и спонсоров искать. Реставрация дворцовой фермы может растянуться на несколько лет. Потом музейщики планируют взяться за сам парк и птичник на другом берегу с громким названием фазанник. Там содержали фазанов для царской охоты. Юлия Демидова, Сергей Смирнов, Константин Никитин. Вести. Петербург.